Ребят, сейчас все, у кого нет активной подписки UFC Fight Pass, могут получить скидку 50% на месячный тариф. То есть, всего за 200 рублей вы сможете посмотреть турнир UFC 269 и следующий неномерной ивент. Ссылка будет в описании. Привет всем! Спасибо, что пришли! Мы ценим это! Джон Морган, где ты? Первый вопрос для Чарльза. Чарльз, как мы знаем, ты 11 лет шел к этому в UFC, и вот ты сидишь здесь, перед тобой пояс чемпиона, рядом с величайшей девушкой и бойцом в истории. Мне просто интересно, какие ты испытываешь эмоции, сидя здесь в таком статусе. Это огромная честь для меня, сидеть здесь, рядом с величайшей. И да, у меня был долгий путь, я стремился к этому, я заслужил это, и именно поэтому я здесь. Чарльз, Дастин на неделе сказал, что он был счастлив за тебя, когда ты завоевал пояс, потому что у тебя был очень тяжелый путь, и он действительно порадовался за тебя. Считаешь ли ты себя фанатом Дастина, и наслаждался ли ты его карьерой? Несомненно, у него тоже был потрясающий путь, он великий чемпион, я рад побиться с ним, и мы однозначно закатим потрясающее шоу. И, Чарльз, мы знаем, насколько особенным был момент завоевания пояса, что будет значить для тебя эта победа, что будет значить первая успешная защита титула? Это будет легендарно. Я создан для этого. Вот какой будет моя история. В детстве врачи говорили, что я даже в мяч играть не смогу, и вот я чемпион мира в боях. Это невероятная история. И, Дастин, пару вопросов для тебя. Погнали! У тебя уже была такая возможность в 2019 году, тогда все сложилось не в твою пользу, так что мне интересно, в чем главная разница в этот раз? Это что-то внутреннее, или тот факт, что тебе не приходится облетать пол мира? В чем главная разница в этот раз? Если бы я не стал лучше с того титульного боя, я бы просто потерял два года, так что, думаю, я стал лучше как боец, более всесторонне развитый, и более ментально жесткий. В том поединке с Хабибом я пытался встать и отдал ему шею. Хотя, может быть, проиграть раунд, не торопиться, вместо того, чтобы сразу проигрывать бой, было бы более умным решением. Так что я просто стал умнее действовать, у меня уже огромный опыт, и это был очередной огромный урок, который затем позволил мне... ...выиграть следующие поединки. В бою всегда столько всего происходит, что каждая, даже малейшая ошибка, может привести к концу. И, Дастин, у тебя была очень классная цитата, ты сказал, что это 25 минут ради вечности, верно? Но в таком случае мне интересно, станет ли результат этого боя определяющим в твоей карьере? Неужели ты не будешь доволен всем, чего добился, если не сможешь выиграть этот бой? Нет, ни об одном своем достижении, с тех пор, как я завязал первую пару боксерских перчаток на своих руках. Я не жалею, я создал потрясающую жизнь для своей семьи, я многое узнал о себе в этом процессе, и за то, чему я смог научиться, я очень благодарен. Но статус чемпиона остается навсегда, 25 минут ради вечности. Вот о чем я думаю, каждую ночь перед сном. Знаешь, и это действительно многое значит для меня, я не могу описать словами, как многое это значит для меня и для моей семьи. Спасибо, Дастин. Дэн, и также хотел задать вопрос тебе. Какие у тебя мысли насчет этого мейн-ивента? Понятно, что для хардкорных фанатов он особенный, два парня, которые в UFC более 10 лет, при этом оба на пике своих карьер, что ты думаешь насчет этого боя? Да, знаешь, у людей разные пути в этом спорте. Некоторые приходят и быстро взлетают на вершину, а эти парни усердно трудились, пахали очень долгое время. И я знаю, что Дастина критиковали за некоторые решения в прошлом году, но я думаю, что он все сделал правильно, разыграл карты так, как надо, и сегодня он здесь. Этот парень тоже пахал на износ долгое время. Так что это два настоящих работяги, которые побьются за титул в воскресенье. Это здорово. Вопрос для Аманды. Аманда, на данном этапе твоей карьеры перед каждым поединком есть лишь один вопрос. Есть ли у этой претендентки что-то, с чем Аманда еще не сталкивалась? Когда ты смотришь на Джулиану, видишь ли ты что-то, с чем ты еще не сталкивалась в этом октагоне? Честно говоря, я вижу, что она просто выходит туда, чтобы не проиграть. Понимаешь? Так что мне просто нужно быть начеку, потому что я видела такой стиль, как у нее кучу раз за свою карьеру. Ее лучшая подруга это Миша Тейт. Если вы видели, как бьется Миша Тейт, у нее точно такой же стиль, так что я все это уже видела. Джулианна, мне интересна твоя реакция на то, что только что сказала Аманда. Ну, она говорит то, что ей нужно говорить, и это нормально, это часть игры. Знаете, мы очень давно говорили об этом поединке после UFC 200, когда она побила Мишу. Она сказала, что побьется со мной, но не сделала этого. Потому что ты проиграла. Ты проиграла после этого. Вообще-то, той ночью я выиграла, и я побила девушку, которая разнесла тебя. Я побила девушку, которой ты проиграла. Ты на пресс-конференции сказала, что побьешься со мной. Но ты этого не сделала. Ты позволила Ронде Роузе влезть без очереди после того, как ее нокаутировали. Так что ты выбрала Мишка, и затем продолжила избивать Мишков. Всех, кого ты бьешь, уже проигрывали до этого. Ты так и не стала претенденткой на тот момент. Говори, что хочешь, но правда такова, что на UFC 200 ты сказала, что будешь биться со мной на пресс-конференции. Но ты до сих пор этого не сделала. Так что наше противостояние закипает с UFC 200 уже сколько, пять лет. Вы делаете вид, что этого не было, что я просто что-то выдумала. Но это факты. Это произошло в моей карьере. Это не трэш-токинг. Я ничего не выдумываю. Ты сказала на UFC 200, что будешь биться со мной. Сара Макмен почти побила тебя. Я избила ее кучу лет назад. И что с того, что мы обе побили одну и ту же оппонентку... Кого? Мы обе побили Сару Макмен. Но Жермейн тебя побила. Окей, я побила Шену Безлер до того, как ты ее побила. И что с того? Что это меняет-то? Ты обманываешь. Ты врешь. В твоих словах нет смысла. Ты пытаешься сказать, что так как ты побила Сару Макмен быстрее меня, то это что-то значит. А ты что говоришь? Говори хотя бы правду. Здесь, перед фанатами. Я и говорю правду. Нет, ты лжешь. С чего это? Ты пытаешься дискредитировать мою победу над Сарой Макмен. Но я била тех, кого и ты била. Так что... Так, позвольте, я вмешаюсь. У кого следующий вопрос? Это дерьмо может всю ночь продолжаться, я вам говорю. Вопрос для Кай Кара Франца. Я здесь. Ты поприветствуешь одного из лучших бойцов легчайшего дивизиона в новом весе. Но, по крайней мере, со стороны многим казалось, что именно скорость Коди давала ему преимущество в легчайшем весе. Ожидаешь ли ты, что он сохранит эту скорость сейчас, когда гоняет больше веса в наилегчайший дивизион? Да, думаю, мы увидим это в воскресенье. Я хочу биться с лучшим Коди, без оправданий. Это мой бой за претендентство. Это мой путь к титулу в наилегчайшем дивизионе. И я хотел биться с именитым оппонентом, так что, когда мне предложили Коди, я вцепился в эту возможность. Я хочу протестировать себя против лучших. И мне не терпится выйти туда. И, похоже, вопрос для Коди. Понятно, что тебя завалили вопросами про весогонку, но сейчас, когда мы так близки к поединку, я уверен, что изо дня в день ты чувствуешь ее эффекты все больше и больше. Даже на медиа дне ты сказал, что гонять наилегчайший вес, естественно, сложнее. Мне интересно, как ты себя чувствуешь? Я чувствую себя отлично. Я работаю с одним из лучших докторов-нутрициологов. Мы работаем с ним уже 8 месяцев. И мы шли к этому не за один лагерь, не за 8 недель. Мы годами шли к этому. Мне дали титульный бой в наилегчайшем весе более года назад. Я заболел. Не сложилось. Затем я проиграл Робу Фонту. Но мы двигаемся дальше. Нам предложили Кайкара Франца. Это отличный бой. Этот парень умолял, чтобы я побился с ним. Он выпросил эту позицию, а я заслужил ее. У нас разные подходы. У него менталитет обычного бойца, у меня менталитет элитного бойца. И в этом будет главная разница в поединке. Кай, хочешь что-то ответить на это? Ну, мы все узнаем в воскресенье, в поединке. Сохрани эту энергию. И это главная прелесть нашего спорта. Можно сколько угодно болтать, но в воскресенье мы все увидим. И еще вопрос для Коди. Понятно, что ты фокусируешься на Кае, но есть еще один человек за этим же столом, с которым у тебя были перепалки в Твиттере. Погнали. Эй, слушай. Этот паренек делает свое дело. Смотрите, он вышел сюда при наряде, с прической. Но у него и без меня полно проблем. Вон, он будет биться с Раулианом, и этот парень протестирован в битвах намного больше, чем он. Шон, ты хочешь что-то ответить? Просто у вас же была перепалка в Твиттере. Сейчас, когда он здесь, хочешь ли ты что-то сказать ему? Он не хочет говорить. Он выиграл один бой с 2017 года. Неплохо. Неплохо. Но ты ни с кем не бился. Скажи вообще, с кем ты бился? Ты выиграл один бой. Но слушайте, я не могу из-за этого злиться на этого парня. Он понимает, что когда он выйдет на новый уровень конкуренции, его хайп уйдет, его деньги уйдут, его спонсоры уйдут. Я просил бой с тобой, зачем ты спустился наилегчайший вес? Я хотел биться с тобой. Я завтра сделаю наилегчайший вес, и даже в легчайшем надеру тебе задницу. Вот насколько ты тупой. Зачем это делать? Легко, это легкая работа. Но я о тебе не беспокоюсь, я сфокусирован на Кайкара Франция. А тебе стоит... Эй, можно взрослый скажет? Окей, я скажу. У тебя Раулиан... Звучит так, будто ты обеспокоен. Как звучит? Будто ты беспокоишься. Из-за чего? Из-за меня. Чертового клоуна, который слева от меня. Бро, я съем тебя как сладкую вату. Я съем тебя как сладкую вату, на которую ты похож. Дэна, можно мы с Ходи проведем битву взглядов? Так, на будущее. Пожалуйста, давай сделаем это прямо сейчас. Острый соус для всех, каждому по бутылке. У кого следующий вопрос? Вопрос для Джеффа. Ты бьешься с Сантьяго Панзанибио, отлично боец, но как бы ты оценил его относительно своих предыдущих оппонентов? Думаю, он один из лучших. Я не поставил бы его выше Вандербоя. Но Вандербой просто на другом уровне, так что да, он один из лучших. И считаешь ли ты, что он тот же боец после этих травм? Мы видели два его поединка. Как ты думаешь, он все тот же опасный боец? Да, думаю, он все тот же парень, опасный боец, опасный Сантьяго Панзанибио. Я не считаю, что этот долгий простой как-то повлиял на его навыки. Он все еще хорош. И вопрос для Панзанибио. Как бы ты оценил Джеффа относительно предыдущих своих оппонентов? Он жесткий, как и все остальные в топ-15 нашего дивизиона. Это лучшие бойцы в мире. Это самый конкурентный дивизион в мире. Все сильные и жесткие, но мне без разницы, понимаешь? Моя цель это пояс, я готов. Я выиграл 8 из последних 9 боев. И после этой победы у меня будет 9 побед в 10 боях. Так что я более чем готов биться за этот пояс. Я вернулся. Я голоден как никогда после этих операций. Я бился за свою жизнь. И ни один человек меня теперь не остановит. Вопрос для Коди Ноулов. Ты бывший чемпион легчайшего дивизиона. Какие эмоции вызывают у тебя высказывания Шона О'Мелли, что он не рейтинговый чемпион легчайшего дивизиона? Я просто смеюсь. Это комично. Этот парень шут, но мне без разницы, я бьюсь не с ним. И он бьется с Раулианом, ему стоит сфокусироваться на нем. Но... Слушайте, вокруг него огромный хайп, у него много фанатов, так что ему нужно выйти и показать себя. Потому что на данный момент он ничего не доказал, так что ему предстоит многое доказать в этом спорте. Шуга Шон, как не рейтинговый чемпион, который впервые присутствует на пресс-конференции и которого так здорово встретили, чувствуешь ли ты дополнительную ответственность, дополнительное давление выдать тот результат, который ты пообещал, яркий, жесткий нокаут? Да, у меня такой план каждый раз, когда я выхожу на поединок, и неважно, в мейнкарде он или в прелимах, хотя о чем я, я всегда бьюсь в мейнкарде, и я всегда иду за нокаутом. Раулиан, что ты скажешь на это заявление? Ты бился с его одноклубником, Кайлером в прошлом поединке. Что ты скажешь на это? Да, я верну этого клоуна на его место в это воскресенье. А клоуном нет места в октагоне. Клоуном самое место в цирке. Именно туда я верну его в это воскресенье. У меня вопрос для Дастина, пожалуйста. Насколько это здорово проводить неделю боя без стороннего шума, без неприязни, и просто прийти на эту пресс-конференцию, зная, что тебе не придется заниматься вербальным спаррингом. Да знаешь, меня и в прошлый раз это не беспокоило. Просто все это внешний шум, и я слишком опытен для этого. В молодости я обращал на это внимание и смотрел всякие интервью, видео, но я знаю, кто я, никто не может мне этого сказать. Я сам вышел на эту позицию, и я горжусь этой позицией и возможностью, которая у меня есть в воскресенье. Ни одно высказывание, вплоть до поединка, не изменит того, что будет в этом октагоне. Заплатил сполна, детка. Шон, в одном из Эмбэддедов ты сказал, что не ожидаешь, что Пайва будет как-то гнать на тебя, заниматься трэш-токингом, но он только что сделал это. Удивлен ли ты? Да не, я не думал, что он ничего не будет говорить мне, просто я знал, что он не говорит на английском, так что я не совсем понимал, как это будет работать. Но понятно, что какой-то трэш-токинг с его стороны будет, хотя он сказал, что вырубит меня во втором раунде, я не думаю, что это трэш-токинг, это просто его мнение. И он побил Кайлера Филлипса, твоего одноклубника. Скажи, добавляет ли это... Разве? Хочешь ли ты отомстить? Разве побил? Да не особо. Честно говоря, если пересмотреть этот бой, Кайлер побил этого чувака. Вопрос для Дастина. Уверен, ты много-много раз визуализировал, как возьмешь этот титул, когда был еще совсем молод. Скажи, насколько реальность совпала с твоими ожиданиями и представлениями с момента начала твоей карьеры. Я знал, что это будет непростой путь, много тяжелой работы. Я, конечно, как молодой боец, я не думал, что у меня будет столько трудностей и препятствий. Я думал, что все будет идти гладко, как в фильме, пока я не возьму пояс, но я за все благодарен. И я по-прежнему предвкушаю это чувство, когда примерю этот неоспоримый титул, так что после этого смогу сказать тебе. Дэна, что нужно сделать Дастину или Чарльзу, чтобы превзойти Хабиба в статусе величайшего легковеса всех времен? Да, ну слушай, эти парни прошли долгие, тяжелые пути, и им нужно продолжать пахать. Знаешь, как Усман, когда он стал чемпионом, он продолжил работать, продолжил бить оппонентов, ставить новые рекорды. Так что вот что нужно делать. Джулиана, я знаю, что ты уверена, что одержишь победу в поединке. В таком случае, ожидаешь ли ты незамедлительного рематча с Амандой, и более того, готова ли ты будешь подняться в полулегкий дивизион, чтобы попытаться забрать у нее второй пояс? Да, мы проведем незамедлительный рематч, и когда я выиграю его, мой рекорд будет 11-2, а это лучший рекорд в истории легчайшего дивизиона. А что касается перехода в полулегкий вес, не знаю, я комфортно себя чувствую, осознавая, что 135 фунтов – это мой дивизион. Но не знаю, может быть, со временем я окажусь там. Ты ведь знаешь, что этого не произойдет, так? Чего не произойдет? Ты не станешь чемпионкой, девочка. Это мы узнаем в воскресенье. Это мы узнаем в воскресенье. Одна из нас будет совершенно не права. Посмотрим, кто это будет. Запомни то, что я тебе скажу, и думай об этом перед сном. Тебе не стать чемпионкой, понятно? Это мое. Мое время. Мой месяц. Декабрь – это мой месяц. Посмотрим. Окей. Вопрос для Дастина. Мы все знаем, насколько для тебя важна благотворительная деятельность, и у тебя большая цель в этом поединке, это большая платформа. Но расскажи, какая у тебя цель на этот бой в плане благотворительности? Да, после этого боя я продам с аукциона «Все, в чем выйду в октагон». И наша цель – обеспечить 300 тысяч приемов пищи нуждающимся в Луизиане с Second Harvest Food Bank. Да, спасибо, ребят. До того, как я начал полноценно заниматься благотворительностью, я продавал экипировку на eBay и отдавал эти деньги местным фондам, до того, как открыл свой фонд. И я работал с ними, тогда мы сделали 2000 приемов пищи. И вот мы вернулись к этому, и я просто благодарен за эту позицию. Шон, ты тут проводишь битвы взглядов с людьми, с которыми еще даже не бьешься. Публика в восторге от тебя. Мне интересно, чувствуешь ли ты, что устроил то Шуга-шоу, которое обещал на этом пей-пер-вью? Да, это супер-классно быть здесь, и я постоянно, знаешь, закусываюсь с Коди, для меня открыто много боев в будущем. Чего, приятель? Чего? Коди в поражении от того, чтобы комментировать бои вместе с Крузом. Я не понимаю, что он вообще тут несет. Я все равно сделал больше, чем ты сделаешь за свою карьеру. Ты даже не приблизишься к моим достижениям. Поверь мне. Когда тебя после очередного поражения вынесут на носилках, ты поймешь, что к чему, где ты будешь, где ты окажешься. Где ты будешь. Именно. Я даже не помню, какой был вопрос. Да ты ответил на него. Отлично. Ребят, спасибо, что пришли. Сейчас все уберем отсюда, сведем бойцов на битву взглядов, и увидимся в воскресенье. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok